В сентябре месяце приехал, короче, к товарищу в гости в Адлер, в Сочи. 12-го числа я и мой товарищ Евгений, короче, он еще позвал своих друзей четверых. Мы пошли как бы в город, в горы. Заказали пропуска на Красной Поляне, в гора Чешко. Взяли с собой документы, паспорта, положили в рюкзак. Начали, короче, подъем уже, когда уже почти стемнело. На камнепад вылезли вчетвером. Мы созвонились с теми двумя товарищами, которые остались внизу, получается, Евгений и Антон. Приняли такое решение, что они остаются до утра там, внизу. А мы продолжаем путь, короче, на цирке. В обед проснулись, покушали их. Наших двоих все не было. Женька, мой товарищ, получается, спустился уже вниз. Весь, короче, в крови, порванный, как вы поняли, такая вот ситуация. Подряпанный, нога разорванная в одном носке. Короче, Женька мне рассказал такую ситуацию. Собирались, короче, выходить к нам как-то и нарвались, наткнулись на медведя. Они поскидывали рюкзаки, в общем, начали текать от него. Медведь, они видели, что там трепал рюкзаки, короче. В общем, когда они шли от одного медведя, уже без рюкзаков, они наткнулись на поляну, лежащую, походу, медведица с детьми, наверное, была со своими. В общем, она начала агрессивно на них, короче, кидаться там, нарываться, бежать. Ну, что-то типа вроде того. Они как-то залезли на деревья. Евгений опустился, получается, сам. Антон там что-то был уставший, такое. Типа, Женя его звал-звал-звал, но Антон так и не пошел, короче. Ну, мы не можем найти именно то место. Женька там со мной тоже был, со спасателями лазил. Короче, мы не нашли ни одной вещички, которая бы, ну, напоминала бы о том месте. И человека мы не можем найти. Антон Викторович Петров.